ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ Рейды проводятся у нас еженедельно по профилактике детского дорожного транспортного травматизма. Ну и, конечно же, при надзоре за дорожным движением ежедневно инспекторами проводится контроль за соблюдением правил привозки детей. Результаты это дает? Результаты да, дает. В прошлом году у нас не было зафиксировано дорожных транспортных происшествий, в котором пострадали дети при именно перевозке детей. Кроме того, детские удерживающие устройства позволяют не только постараться обезопасить ребенка при столкновении, но и просто при резком маневре или торможении, когда плохо зафиксированный ребенок неминуемо рискует удариться о переднее сидение. Есть три основных специальных удерживающих устройств, позволяющих детей перевозить без нарушения правил дорожного движения. Это первое – кресло специальное, второй – бустер, и третье – это накладка на ремень безопасности. Самое эффективное, я считаю, и как показывают тесты, проводимые производителями этих удерживающих устройств, это кресло. Позволяет ребенку правильно пристегнуть ремнями безопасности. Кроме того, хотелось бы обратить внимание, что детские кресла лучше использовать системой крепления изофикс. Не с помощью ремней безопасности изофикс, они самые, так сказать, надежные, как показывают тесты. Второе – это бустер, но он позволяет немножко приподнять ребенка, чтобы ремень при, так сказать, аварийной ситуации не удушил ребенка. Но он менее эффективнее. Третье – это накладка. Тоже возникают некоторые, конечно, вопросы по ее эффективности. Конечно, неплохо было бы еще производителям провести некоторые тесты, которые бы показали действительно, эффективно ли оно предотвращает получение травм детьми или нет. Я рекомендую, конечно, это больше использовать кресло с темой изофикс. Кроме рейдов водителя-родитель, также на постоянной основе проводятся рейды водитель-ребенок-пешеход. Елена Козлова, Алексей Орлов, телекомпания «Лобня».